Рис был всегда идеальным. Берете, промыли его 5-6 раз. Потом берете на сухую сковороду, мокрый рис, который вы промыли. Выкладываете его, так его обжариваете на сухой сковородке до испарения влаги. Обжаривать так нужно где-то минутки 2. Рис обжарили, теперь добавляйте достаточное количество растительного масла. И снова обжаривайте 2 минутки. Сейчас добавляем соль по вкусу. Добавляем соль. Перемешиваем. Должен быть, смотрите, он как бы комочками берется. Вот такой он и должен быть. Все, продолжаем пока обжаривать. Мы обжарили. Теперь его вот так берете, разравниваете. Ровненько-ровненько разравниваете по периметру. И наливаете теперь на 2 пальца воды кипяток. Вот, воду вливаете аккуратненько. Тут, получается, нужно будет долить 2-3 стакана. Смотрите, по своему количеству. Главное на 2 пальца больше сделать. Смотрите, всем привет. Я налила вот достаточное количество воды. Теперь закрывайте плотно крышку и не открывать ровно 20 минут прям по времени. Все, прошло ровно 20 минут. Рис у вас должен сделаться, вот смотрите, такими дырочками. Ровно 20 минут. Теперь берем газ, выключаем. Берем бумажное полотенце. И вот так укладываем полностью на весь рис. Для чего это нужно? Чтобы рис впитал, то есть, чтобы влажные эти бумажные полотенца впитали полностью окончательно влагу. И тогда у вас рис будет просто обомбезный. Вы один раз попробуйте, будете готовить теперь только так. Все, сделали. Крышкой накрываем и укутываем в полотенце на 20-30 минут настояться рису. Он будет рассыпчатый, вкусный и классный. Пока рис готовится, хотела вам показать нашу находку. Вот на Симолэнд. Мы вот такой покупаем мед. Алтайский. Кстати, цена недорогая. Качество очень хорошее. Заказываем на Симолэнде. Цена достойная. Уже берем, наверное, раз в пятый. Я сюда вам ссылку добавлю на видео, где расскажу более подробно. И напишу штрих-код какой его. В принципе, все. Ждем 20 минут, когда настоится наш рис. Обязательно накрыть полотенцем. Вот смотрите, простоял 20 минут. И вот такой идеально рассыпчатый рис у нас получился. Вот, даже не знаю, как показать. Затемняет. Один раз вы попробуете рис и будете постоянно так готовить. Я не знаю, почему раньше мы не готовили, но это просто волшебный рис. Сейчас будем кушать. Нам нравится теперь с соевым соусом его. Кушать с любыми приправами или с салатом. Все, всем пока, мира и добра. Обязательно попробуйте. Это реально круто. Рис всегда классный. Не слипшийся, а именно рассыпчатый. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok